Добрый вечер, вы смотрите Главное. Я надеюсь, эта неделя началась для всех хорошо. Несмотря на то, что обычное потепление еще не началось, но будем надеяться, что осень нам еще предоставит красивые золотые и теплые деньки, желательно наполненные солнцем, а не холодным ветром и дождем. Сегодня мое приглашение принял председатель движения «Антимафия» Сергей Маканов. Добрый вечер, господин Маканов. Добрый вечер. Баби лета наступает. Надеемся, что это будет действительно баби лет, и что будет тепло. Еще немножечко хотя бы хочется задержаться за солнышко. Сергей Маканов, я вот тут в фейсбуке сделал сегодня анонс. Меня поправили, что я вас неправильно называю Сергеем. Как только меня не называли. И Гоша, и Гога. Нет никаких претензий. Главное, чтобы меня слушали и понимали. Вот сегодня я вас попробую услышать, но надеюсь, что и вы будете отвечать на мои вопросы. Потому что я тут тоже попыталась кое-что найти. Но давайте начнем с того, что до программы вы мне говорили о том, что вчера были в Авдарме. Вам там понравилось? Да. У нас в аэроклубе Кишиневском, там, где я пытаюсь популяризировать авиационный спорт, состоялся рейд по республике. Мы летали по республике в Маркулеште, в Калараш. И вчера приземлились в Авдарме. И Авдарма меня удивила. Не теми социальными преобразованиями, которые там делает Игнат Казмалы. Но тем, что он рассказал, это интересный человек. Я ничего больше про него не знаю. Я его слушал. Вернее, мне потом сказали, что он бизнесмен. Какой он бизнесмен, но меня это не интересует. Он, как человек, очень интересный. И то, что он рассказывает, то, что он там создал, я имею в виду историческую память, которую он возобновил там. Можно ее брать как пример для других. Да, то есть человек живет духовной жизнью. И, скажем, почему я говорю, что то, что он делает, это все хорошо. Но просто я это почему так сказал. Я не то, что пренебрежительно сказал. Потому что, скажем, шор или другие тоже народу что-то дают. Но они политикой занимаются. Этого человека политика, так как я понял, не интересует. Это он делает, и из этого не делает какое-то шоу. Поэтому я так сказал про социальные перемены, которые он там делает. Но человек живет духовной жизнью. Он создал там музей, он создал мемориал памяти тех людей, которые... И что мне понравилось, что он беспристрастно говорит о некоторых исторических вещах. Если бы мы научились все говорить беспристрастно о исторических вещах. Потому что история, она там. Мы истории не можем... А вы готовы говорить беспристрастно о исторических вещах? Да, конечно. Я вот в одной программе попробовала, получилось очень громко тогда. Неожиданно громко для меня был резонанс. Не с вами. Было у меня другой приглашенный. Поэтому вы действительно готовы очень спокойно принимать всю нашу историю, как положительные, так и отрицательные стороны. И называть военных преступников военными. Я не знаю, о чем вы, но я готов говорить. Хорошо. Тогда давайте вернемся к политике. Хотелось, конечно, начать с чего-нибудь хорошего. И вот это же ваше впечатление об Абдерме. Я только если вы мне разрешите. Мне понравилось то, что сказал Игнат Казмалэ. Он сказал, что он говорит своим... То есть там в Гагаузе он говорит всегда. И я уверен, что меня услышат сейчас. Он сказал, молдаване дали Гагаузам тогда столько свободы, сколько у них на тот момент не было. Эта фраза очень важна для нас, для Республики Молдова. Фраза свободы... Тема свободы вообще очень важна для нас, для Республики Молдова. Некоторые даже на ней успели, на свободе и независимости, сделать политическую карьеру. Политическая партия, Народное движение «Антимафия», образована в 2011 году, выступает за вступление Молдовы в Европейский Союз и НАТО. И выступает за объединение Республики Молдова с Румынией. Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что Молдова должна войти в Европейский Союз через объединение с Румынией? Я считаю, что объединение Республики Молдова с Румынией должно быть европейским актом. Я считаю, что есть возможность, чтобы это случилось в Европейском Союзе, на Ассамблее Европейского Союза и так далее. Потому что ялтинские соглашения 1944 года, они были... через них прошли тогда, когда Германия объединилась. А другие страны не воспользовались. Вы понимаете, в 1944-м я это сказал и на нашем форуме, что пакт Риббентропа-Молотова, он не важен для нас. Потому что то, что разделили тогда Риббентроп и Молотов, потом с этим согласились Рузвелл, Черчилл и Сталин. И поэтому нам важнее говорить сегодня о ялтинских соглашениях, а не пакте Риббентропа-Молотова. А я когда говорю о объединении Республики Молдова с Румынией, я говорю о другой республике для Республики Молдова. Это другая республика, которая, в принципе, должна походить на те страны, которые сегодня являются членами Евросоюза. Я говорю, когда я говорю о объединении, я говорю это немножко по-другому, чем говорят другие люди. Я считаю, что это должен быть современным актом, и он должен исходить из интересов граждан обоих стран. Я уверен, что это интерес граждан Республики Молдова, независимо от их национальности. Вот с этого момента, если можно, каков интерес Гагаузии и Приднестровья в моменте вступления в Румынию, давайте оставим Приднестровье отдельно, потому что... Вы не считаете, что Республика Молдова является единым сейчас государством? Нет. Республика Молдова была основана на двух очень серьезных несоответствиях. Приднестровье никогда, ни минуты, ни секунды не состояло, не было частью независимой Республики Молдова. А, что у нас была советская, Молдавская советская республика, это правда. И что мы стали вне, то есть не хотя стали как бы наследниками той советской республики, как бы да, но Приднестровье, власти Приднестровья, ни секунды не подчинялись Кишиневу после объявления Республики Молдова независимой. Ни секунды. То есть Приднестровье даже в советские времена считались как бы отдельно. Если я вас посажу в самолет, и мы полетим по Днестру, начиная с Сороки вниз, то вы увидите, что тот берег отличается от этого. Там была построена инфраструктура. Вы только посмотрите, как выглядит Рыбница по сравнению с Резиной. Как выглядят Дубосары по сравнению с Криулянами. Как выглядит Григориополь по сравнению с Новоненами. Как выглядит Тирасполь, я не скажу по сравнению с Бендерами, потому что Бендер как бы тогда еще был связан с Тирасполем. То есть власть, советская власть тоже так себя вела, что они не считали эту территорию своей, территорию Бессарабии. То есть вся инфраструктура, газ, железные дороги, базы, промышленность, вся была там. Вся была там. Но мы это оставим. Я говорю о том, что сегодня... Как вся промышленность была там. Если вот здесь в небольшом городке под Кишиневом, 24 километра совершенно, стоял завод Холодмаш, который строил рефрижераторы на весь Советский Союз. Мы не будем спорить об этом. Завод строиматериалов, цеха ЖБИ, которые вот этими обсначали тоже на всю работу на весь Советский Союз. Я бы не встревал в такие разговоры. Я могу это доказать. Но суть не в этом. Суть в том, скажите мне тогда по итогу, вы считаете, что должно произойти объединение или нет тогда? Хорошо, начнем тогда с правого и левого берега. Приднестровье с Молдовой должно полностью соединиться или это уже не важно? Приднестровье с Молдовой? Войти в Молдову обратно. А как она может войти в Молдову? То есть вы не видите вообще решения этого проблемы? Я не вижу возможности, чтобы эта часть так называемой Республики Молдова по Конституции... Мы объявили то, что никогда не было и то, что никогда не может быть. То есть мы объявили эту страну целую и неделимую, когда она была делима уже тогда. То есть мы сделали заявление, громкое заявление о том, что ему понравились тогда всему миру. Все сказали, да, слава Богу, они так, они скушали это, они съели это. А у Кишнева никогда не было возможности это объединить, потому что хвост был важнее собаки. Не знаю, как это вам объяснить. Потому что там было все. И Бессарабия была руководима с Приднестровья. Я говорю о вещах и хочу, чтобы люди поняли и смотрели. Может быть кто-то посмотрит моими глазами на это. Потому что я могу доказать, что это так. Что никогда эта страна не была неделимой. Она была делима сразу. При образовании. Она так родилась, эта страна. Я поэтому говорю... Это ваша точка зрения. Давайте вернемся к этому. Я поэтому говорю, что... А вы что, считаете, что Приднестровье когда-нибудь подчинялось Кишиневу? Я считаю, что необходимо все-таки интегрировать Приднестровье в Республику Молдову. Но вы понимаете, дело в том, что необходимость, она должна иметь под собой хоть какую-то реальную возможность это сделать. Я думаю, что когда мы говорим о имперских амбициях Москвы сегодня, я не имею в виду то, что Москва хотела бы поделить Республику Молдову или сделать ее целостной. Я думаю, что в Москве сидят люди, которые хотят видеть Молдову так, какая она и есть сегодня. Вот такой. С сепаратистским режимом, с непонятной ситуацией в Кишиневе и так далее. Вот такая Молдова. А какую хотят видеть Молдову в Бухаресте? А какую хотят видеть Молдову в Бухаресте? Вы должны понять, что в Румынии сегодня живут потомки, где-то треть населения Румынии, выходцы так или иначе из Бессарабии. Потому что из Бессарабии ушли в 1944 году миллион людей при том населении. И потомки этих людей, внуки, правнуки и так далее, у третьей населения Румынии есть выходцы из Бессарабии и в руководство Румынии и так далее. И в Бухаресте не хватает пока политической воли объявить об этом в громкий голос. Что они должны предпринять более решительные действия для того, чтобы интегрировать эту территорию. Но интегрировать как? Я всегда говорю о том, что у Румынии никогда не было имперских каких-то амбиций. У нее нет этого. То есть страна не была никогда имперской. Она никогда не вела войны за свои территории. И поэтому, наверное, они... И это, в принципе, понятно. И я не критикую это. Я просто говорю о том, что у нас сегодня есть механизмы европейские объявить об этом. И я уверен, я уверен, что... Вы знаете, почему я смеюсь? Я смеюсь, как вы смотрите на меня сейчас. Мне просто очень интересен ход ваших мыслей. Я пытаюсь выловить, к чему вы до конца сейчас даете. Когда кто-то меня спросил, я говорю, так вы Румынии? Я говорю, для некоторых даже проклятые. Нет, вы знаете, не проклятые. Все спокойно, каждый выбирает сама. Это очень, да. Я поэтому не говорю, не беспристрастно говорю об этом. У меня есть... Я уверен, что... Я очень надеюсь, я романтик по натуре, я очень надеюсь, что многие жители Республики Молдова, даже те, которые считают для себя катастрофой объединения, они в один момент поймут, что если смогут переходить через эти некоторые эмоции, которые... Эти эмоции были созданы идеологией, пропагандой и так далее, и так далее. И когда поймут, что Румыния сегодня страна, которая в становлении, она становится цивилизованной европейской страной. И у нас будет интерес стать цивилизованной европейской страной. Потому что копенгангские критерии... То есть, сами мы не в состоянии стать цивилизованной европейской страной. А кто может стать сам этим, без помощи? Ну, тем более, у нас нет на данный момент уже интеллектуального потенциала для того, чтобы сделать не только объединение, но и эту страну независимой. Потому что самые обученные, воспитанные и так далее люди просто уходят и не имеют никакого дела с этой страной. Хорошо, я вернусь в мой вопрос тогда по ГАГУЗе. Как вы думаете, сколько вот эта идея наберет там поддержки? Вы знаете, я знаю. То есть, я знаю, сколько это... Я могу даже себе представить, что и в Молдове, в этой ситуации, в этой Молдове, из которой ушло очень много населения, может получиться так, что немного людей... То есть, больше людей будут иметь другое мнение, чем мое. Так показывают все вопросы. Да, но я не тот политик, который буду свои убеждения моделировать под настроение людей. Я хочу убедить людей, что мое мировоззрение может стать ихним. Если я не успею это сделать, сделаю другие. Вот то, что нам говорят, я видел разных у вас здесь, которые говорят, а я что, моя санда у вас была, а народ так хочет, я так хочу, как народ. Если народ скажет вот так, то я буду так. Ну, эти политики, они имеют голоса и так далее. Вот мы к ним чуть позже перейдем. Я просто хочу, чтобы мы с вами закончились идеи неонизма, и я хочу понять... Я хочу, чтобы вы меня поняли, что я не буду... Можно я продолжу эту идею из ГАГУЗе? Я просто хочу понять, отдаете ли вы себе отчет, что на протяжении 27 лет идея объединения так и не набрала даже простого большинства голосов. Поддержка больше 20% никогда не была идея объединения. А при чем тут это? Подождите, я закончу вопрос. Но то, что эта идея используется политиками для разъединения нашего общества... Вы согласны? Нет, я не согласен. Потому что наше общество разъединяет не политики. А что? Наше общество разделено. Кем? Идеологией, пропагандой. Вот эта теория, она не права. Она неправдива. Что политики разделяют общество. Общество разделено. Разделено той пропагандой, той идеологией, которая была внедрена в 7 лет, сколько там, 40 лет или 50 лет и так далее. Политики, я обвиняю политиков в другом. Что они стараются нравиться разным категориям людям. Спекулируют. Спекулируют на этом. Не то, что они их разделяют. Они видят, вот какая самая группа людей. Вот эти противообъединения. Так я буду говорить противообъединения. Вы думаете, что у Додона есть какая-то идеология, у этого спекулянта? Он просто спекулирует на то, что есть такая масса людей, которые считают вот так. И он будет, он как у нас в политике, как вот эти, которые ищут золото или нефть. У Додона сегодня этот электорат, который он нашел для себя недры в этом народе. Медры вот это, и он их эксплуатирует. И все. Этот человек, если бы за объединение ратовало столько же человек, он был бы за объединение. Я вам говорю, когда, это для меня не аргумент, то, что вы мне говорите. Потому что, в принципе, если в этом мире был бы я только один с этими идеями, я бы остался бы один с этими идеями. Вы действительно не один. Это мое мировоззрение. И меня не интересует, сколько людей ее разделяют. Меня интересует только, сколько, скольки людей я смогу убедить, что это правильно, то, что я говорю. Вы знаете, вы не единственное, кто так думает. Но вот у нас количество партий, которые продвигают идею унионизма, увеличивается в стране. А сама эта идея больше распространения не получает. Я не иронизирую, я говорю, я просто хочу понять, в чем логика. Зачем тогда так много партий, которые говорят об идее унионизма, и почему вам тогда всем не объединится в основном? А кто регулирует, ну, если число партий говорит о демократии в этой стране. Говорит о том, что есть много людей со своим его очень сильным и так далее. И кто убедит людей больше, тот и... То есть такова демократия. То есть я не вижу повода расстраиваться из-за того, что есть очень много партий. А сама идея от этого не страдает от того, что... Может быть и страдает, но как это отрегулировать? Может быть и страдает. А если... Это регулируется только убеждениями и так далее. Вот антимафия. Мы пришли с идеей, мы назвали ее Република Унири. Да, в августе, по-моему, да? В августе вы выходили с этой идеей? В сентябре. В сентябре сейчас. То есть она у нас называлась Вторая Республика раньше. И что мы имели в виду под Вторую Республику? Она сейчас тоже Вторая Республика, но мы ее назвали своим именем. Это что значит? Что во Франции никогда не сделали из своего государства фетишем каким-то. Да, они сказали, государство это инструмент для решения определенных целей. Я поэтому и говорю, наше государство, мы делаем фетиш из этого государства, оно должно быть целым и не единым. Так как хочет Москва, Берлин и еще не знаю кто. Она должна вот так. И это для нас табу. Мы на эти темы Приднестрова не будем говорить. Не дай бог кто-то скажет просто что-то против целостности и так далее. Не дай бог кто-то сделает что-то против целостности Республики. Это другое. А скажет что? Мы обсуждаем. И решим это демократическим образом. Не дай бог кто-то скажет оружием на эту целостность. Как сказали казаки в 92 году. И мне пришлось своим здоровьем расплачиваться за это. Не дай бог действия. А обсуждение, выдвижение идей и так далее. Это приемлемо в демократическом обществе. И поэтому я и говорю, что когда мы говорим о второй республике, я говорю о том, что мы создаем демократическим образом другую республику. Потому что эта республика, которая была сделана, которая была объявлена тогда 27 августа 1991 года. То есть та республика изжила себя. Я поэтому и говорю, что надо объявлять другую республику. Как во Франции сделали. Потому что эта республика не работает, не действует и не работает на благо людей. Эта республика стала мафиозным государством. Эта республика работала на любую мафию, только не на народ. Я поэтому и говорю. И если мы объявим другую республику по другим принципам, у нас есть возможность иметь другую энергию политическую, социальную и так далее. Страны так и делали. Это во Франции они называют первую, вторую, третью республику. А в многих странах они меняли этот инструмент. И я говорю, что этот инструмент может и должен стать инструментом объединения с Румынией, стать частью Европы и так далее. И сколько партий урьянистского толка откликнулись на это ваш призыв? А я не обращался к партиям. Я буду говорить с людьми, которые разделяют эту точку зрения. Но я не буду говорить с теми людьми, у которых все мысли в прошлом. Я уважаю историю нашу, всю историю уважаю. Я очень часто возвращаюсь к истории. Но для меня история не путеводитель. Как это на русском, правильно? Для меня история не является книгой, по которой я строю свой план на будущем. Я это просто имею в виду, что было в прошлом, чтобы не повторять какие-то ошибки. А это не путеводитель истории совсем. А для многих, для многих, они когда смотрят... Поэтому я вам честно говорю, у меня такой унионизм не... Есть такой унионизм, который говорит, а мы что, хуже сирийцев? Мы пойдем и эту границу... Нет. Я говорю о том, что граница существует, она есть, есть все механизмы. Я говорю о том, что мы должны менять этот механизм государственный для того, чтобы он стал на благо народа, на благо... Каким образом, если эта идея не набирает поддержки большинства населения? Каким образом вы можете это поменять? Ну, вы не можете так сказать, что она не набирает... Я основываюсь на данных социологических... Я понимаю, о чем вы говорите, но это может случиться очень быстро, потому что сами люди... Дайте, Лиле, я вам скажу одну вещь. Я давно занимаюсь политикой. Я помню, в 88-87 год, я помню, я был еще тогда, наверное, учителем, да, я еще учителем был, когда я ходил на митинги и сказал директору школы, у нас состоялся такой разговор, и он говорит, что ты ходишь на эти митинги, ты видишь, что народ против этого, кучка хулиганов собралась там и так далее. Я говорю, запомните мои слова, пройдет пять лет и Советского Союза не будет. Прошло два года или три года, даже пять лет не прошло, его не стало. И народ пошел за лидерами. Я считаю, что нам не хватает лидеров с мировоззрением, с правильным, с ясным мировоззрением. А народ за ним пойдет в определенной ситуации. То есть я... А что народ пошел? Вы можете иронизировать, сколько хотите про унионистические партии, что их очень много, а народу очень мало на это. Нет, я просто считаю, что это приводит... Простите, господин Макан, но это приводит... Вот у нас 24 февраля должны быть выборы. Если зарегистрируется шесть партий про унионистских, которые... Все шесть выйдут с единой идеей, одинаковые идеи, но они пойдут порознь. Вы согласны, что... Только не говорите мне, что вас это беспокоит. Нет, я хочу... Просто логика показывает, что это приведет к разбросу голосов. Ну и что делать? Уменьшение шансов прохождения парламента. Я думаю, что... А почему вы не попробуете объединиться в единый блок, платформу? Я... Простите, я думаю, что проблема выборов 24 февраля совсем другая. Совсем другая. Нет, там много проблем. Да, совсем другая. И вопрос участия или не участия тоже существует. Но вы поймите, пожалуйста, мы живем какими-то болванками. Вот это должно быть вот так. То есть, это... Все должны партии объединиться вместе. То есть, есть какие-то вот такие... Как это... Шаблоны? Шаблоны. Есть какие-то шаблоны. И вот эти шаблоны у нас применимы ко всем ситуациям. Я не думаю так. Я не думаю... То есть, эти партии могут объединиться, если для этого есть предпосылки. Я делаю все, что могу, но для меня важное мое мировоззрение. Я не буду менять свое мировоззрение, потому что я с кем-то хочу объединиться. У нас не та ситуация. Да, компромисс, конечно, но компромисс – это самое дорогостоящее занятие, компромисс. За него расплачивается иногда очень серьезно. Я делал компромисс, я знаю цену компромисса. Я делал компромиссы в своей жизни, в политике тоже делал. Я знаю цену компромиссов, поэтому я очень осторожничаю с этим. Василий Маккан, вы хотите пройти в парламент вместе с вашим политическим формированием? Это не сама цель. Я хочу убедить людей и выполнить свою идею. А быть в парламенте для меня не сама цель. Я могу больше, может быть, сделать вне парламента. Те политики, которые до любой ценой попасть в парламент. Но законы принимаются парламентом. Законы принимаются парламентом. А я политику делаю не для того, чтобы принимать законы. Я политику делаю для того, чтобы мои идеи стали общими для многих людей. Парламент – да. Парламент, поскольку она считается высокой политикой, является инструментом. Но не любой ценой. Если попадаешь в парламент и пренебрегаешь своими идеями, зачем ты тогда нужен там? Я знаю просто... Вот я вам дам пример. Был блок вот этого Урекиану. Блок Молдова-Ноастра. Его еще называли... Молдова-Демократы. Да. Молдова-Ноастра – это партия, в которой он был председателем. А блок назывался Молдова-Демократы. Молдова-Демократы. Они попали в парламент, на второй день все пошли по своим хатам. Ничего из этого не получилось. Зачем мне такое попадание в парламент? Зачем? Что я там буду делать? Я хочу стать депутатом только лишь потому, что эта трибуна даст мне больше шансов. А чтобы быть там и прибречь всем, чем... То есть этого не стоит. Этого не стоит. А вы когда-нибудь, или, может быть, вы знаете, кто это делал? Потому что есть вопрос этот задавали регулярно всем, кто предлагает объединение с Румынией. Кто-нибудь считал, сколько стоит в денежном эквиваленте этот процесс? Мы же понимаем, что это не просто проголосовали, и мы стали одной из другого. Я ответил на этот вопрос в ту программу, которую я предложил. К сожалению, сегодня даже многие лидеры-унионисты не прочтели эту программу, и, наверное, их это не интересует. Я думаю, что Республика Унирий, она может решить этот вопрос. Я предложил налог на объединение, на физические лица. То есть объединение должно стать частью любого гражданина этих двух стран. В период, когда они будут работать над объединением, этот налог до сих пор платят граждане Германии. Если даже они объединились почти 30 лет тому назад. Объединение должно стать для людей благом, за которые... Разве при объединении Германии они решили всю проблему только за счет налога? По-моему, нет. Не только за счет налогов, но вы меня про это спросили. Вы меня спросили про финансовое. Просто я думаю, что... Нет, вы меня это спросили, я вам это отвечаю. Другие проблемы тоже есть. То есть вы меня спросили о финансовом... То есть вы считаете, что если будет вот этот налог, то этого будет достаточно? Это не будет достаточно, но это в финансовом плане очень серьезное. То есть человек должен знать, что он в этом принимает участие. Объединение – это его. То есть как он платит за дорогу, за другие вещи, которыми он пользуется, он этим будет пользоваться. За это он вносит свой вклад, и эта услуга ему будет предоставлена, если вы хотите, чтобы я вам сказал уже совсем цинично. Не цинично, а технически вот это. Я понимаю, что некоторые люди, в которых в душе это кипит, говорят, вот, а что упростить до такого, до какой-то услуги. И это будем делать. Потому что человек живет один раз, он не может, как это сказать, то есть человек не может, то есть мы не можем ему каждый день вот это, им говорят, ты будешь счастлив когда-то. Когда человек должен принимать участие в том, что, понимаете, давайте я по-другому скажу. Это государство, то, что я говорил раньше, не работает на благо людей. Потому что из этого государства сделали фетишем. В этом государстве всегда говорят, ой, вот у нас есть святые вещи, как целостность республики, как и все люди вот этим живут. Да мы пренебрежем все, да наша молдавская идентичность, да мы... А почему вы считаете, что они не имеют права на свою идею? Они имеют право, но они живут несчастливо, потому что... Из-за идей? Да, потому что многие идеи, которые существуют здесь, это являются больше болезнями, чем идеями. По вашему мнению? Конечно, я выражаю только свое мнение, не ничего другое, только свое. Я считаю, что это... И, кстати, я очень субъективен в том, что я говорю. Вы что думаете, что я считаю, что я говорю... Я очень субъективен, я говорю только свое мнение. Я это мнение не навязываю никому. Просто я, когда вы меня вначале спросили, я сказал, что я хочу быть услышанным. Есть люди, которые меня услышали. Вот моя передача в среду, там я имею несколько тысяч людей, которые это слушают. И многие согласны со мной, некоторые не согласны. Мы это обсуждаем. Сергей Иванович, вы всегда были унионистом? Просто вы со 2 февраля 2014 года по 26 июня 2007 года были советником президента коммуниста. Да, не только коммуниста. Вы тоже были унионистом? Воронин был не то что молдовинистом, у него что-то случилось, наверное, в детстве. Или у него была какая-то ярость на Румынию. Но я, будучи советником у Воронина, я даже сделал одну провокацию. Сказал, если кто-то найдет не мое высказывание какое-то, но Воронина. Если кто-то найдет в эти 3,5 года хоть одно антирумынское высказывание Воронина, то я уйду из политики. В то время, когда я был советником у Воронина, Воронин дружил с Румынией. Он сжимал зубы, но дружил. И до этого он делал очень много против Румынии. И после этого тоже. Но все равно вы являлись частью команды коммунистов, которые... Я был... Ну, это, опять же, ваше мнение. Вы можете оценивать это как хотите. Тем более, что есть люди, которые говорят, да он там, это его... Я не знаю, то есть, как они говорят, что там он... Не знаю, я не хочу сказать это слово. В общем, как бы, что я делал что-то для Воронина. Я был государственным служащим. Я делал свою работу. Я не был членом команды, как вы говорите. Что такое команда? Я делал свою работу. А работа моя была не дать Воронину... Не дать Воронину сделать так, чтобы Румыния не смогла там вступить в НАТО и в Евросоюз. Потому что то, что делала Республика Молдова тогда против Румынии, она создавала проблем на границе Румынии, чтобы, скажем, Германия или другие, которые не хотели видеть Румынию в Евросоюз, сказать, а Румыния не может вступить в Евросоюз или в НАТО, потому что она нам создается проблемой. А как она нам создается проблемой? Да у нее есть нерешимые проблемы с Молдовой. После того, как Румыния вступила в Евросоюз, я ушел из президентуры. По собственному желанию. С чувством выполненной миссии? С чувством выполненного долга. Давайте мы сейчас... Перед своим народом, перед молдаванами, перед гагаузами, перед румынами. Как хотите. Мы перервемся сейчас на рекламу и продолжим после рекламы. Реклама на 21-м канале, к сожалению, она пролетит незаметно. Реклама на 21-м канале, к сожалению, она пролетит незаметно. Реклама на 21-м канале, к сожалению, она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию после рекламы. Ну, господин Макан, еще немножко истории, но не такой далекой. 10 августа 2010 года Влад Филат выходит на пресс-конференцию со своими первыми заявлениями обвинения против Влада Плохотнюка. Когда? 11 августа 2010 года, если я не ошибаюсь, да, года. Выходите вы на пресс-конференцию с господином Виктором Цопове, Орелом Цопове? Нет, это неправда. Я видео сейчас прочу. Илья Ротарус, Передон Данилеску, Николай Адаскал. Там же был Андрей Настасий, сидели вы все за одним столом. Да. Не, ну, неправда в том, что Филат вышел тогда. Филат не выходил тогда. Это был в 2011 году уже когда-то, после создания, на котором вы заявляете о том, что было создано движение «Антимарфия». Я знаю, да, но давайте по порядку скажем. 29 августа 2010 года я пишу статью, которая называется «Республика Плохотнюк Молдова». Эта статья была напечатана в журнал на их сайте, и меня пригласили в студию. Это было 29 июля 2010 года, когда в Альянсе был бетон, армированный, я не знаю, какой там, да. То есть я говорил тогда, я вышел и сказал про то, что у Республики Молдова есть большая проблема, которая называется «Плохотнюк». Еще никто про него не знал. Он только у Дарина Скобуалы выходил и рассказывал, какой он крутой, какие у него пароходы, заводы и так далее. И тогда люди, кто-то увидел, что есть такой плохотнюк. Я про него знал даже тогда еще, будучи советником. И потом, когда сидел... А потом на этой пресс-конференции вы представляли Виорелла и Виктора Цопа как потерпевшими, как показательство существования. Да, потому что и их, и других. То есть для меня было... Вы знаете, как эта статья вышла, я про Плохотнюка сказал. Мне любой человек, который пострадал от Плохотнюка, было благо выйти и говорить. То есть с Виктором и Вирелом Цопом было то же самое. Они участвовали в финансировании движения «Антимафия»? Да, я не раз говорил об этом. То есть они дали возможность движению «Антимафия» участвовать очень много. А в каком году они прекратили финансирование? Не, подождите. Я скажу до конца, как участвовали. Движение «Антимафия» было только на журнале ТВ. Ну, ты хэштег стоял... Да, то есть только на журнале ТВ. Никакое телевидение. Это продукт журнала ТВ. То есть мы только там и были. Я, кстати, эту... Я создал свою программу потом по интернету, где я говорю. Только лишь потому, что журнал ТВ давал только то, что им нужно было. Только часть той войны, которую они вели с Плохотнюком. Но меня не это интересовало. Меня интересовало захват государства Плохотнюком. А то, что у них были свои разборки, это меня меньше касалось. То есть Виктор и Вирел Цопа вышли как свидетели против Плохотнюка. Если бы тогда было государство в республике Молдова, и эти двое граждан стали бы свидетелями против Плохотнюка, у нас бы потом не случился захват государства. В каком году у вас закончилась поддержка от Виктора Вирела Цопа? Вы помните? Мы расстались с журналом ТВ после Подуре Домняска, после того, как я объявил убийство в Подуре Домняска. Потому что от того, что я тогда сказал, пострадал не столько Плохотнюк, сколько Филат. Виктор и Вирел Цопа были больше с Филатом, чем с антимафией. И когда Филат пострадал, пострадал, наверное, журнал ТВ. Я не знаю, как это случилось. Потому что меня, в принципе, это и не интересовало. Я никогда не был союзником Филата. Я атаковал обоих, и Филата, и Плохотнюка. Если вы будете смотреть туда в историю, увидите это. То есть я не делал различий между Филатом и Плохотнюком. Виктору и Вирел Цопу было бы, наверное, интересно, чтобы я стал союзником Филата. Я сказал, никогда не стану на сторону никакой мафии. И до сих пор делаю то же самое. То есть, чтобы я вот смотрю в камеру и говорю людям, которые меня слушают. Никогда, никогда не играл на дудочку никому. Даже Воронина, будучи советником. Тем более, тем более, тем более этим. Да, я сказал, пусть люди уже оценят, правильно ли я поступил. А как вы с ними общались? Напрямую или через Андрея Анастасия? Да, разные были случаи. И на тот момент... Если мы вышли на пресс-конференцию вместе... И на тот момент Андрей Анастасий вам не казался таким, как вы его стали называть потом? В тот период общения. Понимаете, просто Сатулы, это на румынском, это персонаж. Он не существует... Ну, наверное, есть Иванушка Дурачок. Но Иванушка Дурачок, этот персонаж немножко другой, чем у молдаван просто Сатулы. Я не мог оценивать этого персонажа тогда, как... То есть, он не был публичной личностью. Вообще, я очень мало его знаю. То есть, мы встречались с ним много раз, но... Ну, как он ведет себя в публичной политике, это катастрофа. Вы уверяли, что у вас есть поддержка за рубежом. На этой конференции вы говорили, что у вас есть поддержка за рубежом. На сегодняшний день у вас есть та же самая поддержка, и как она, вот эта ваша поддержка за рубежом, отразилась на том, что вы делали до сих пор? Я не говорю про финансы, я говорю про поддержку, вот ваш от стата, что... Я вас уверяю, что на сегодняшний день у нас есть поддержка за рубежом, у нас есть партнеры, у которых есть опыт борьбы с мафией. Они вас поддерживают и сейчас? Продолжают все это время? На этот вопрос нет однозначного ответа. Потому что я, когда... Я помню то, что я говорил тогда. Я тогда, когда говорил, я не слукавил, просто я очень боялся, как нормальный, здоровый человек, той ответственности, которую я на себя взял, бороться один с голыми руками с таким монстром. Мне приходилось тогда говорить публично и говорить о том, что у нас есть больше поддержки, чем она была. Я очень надеялся, что, говоря об этом, у нас... Если вас интересует, я вам скажу, что той поддержки мы тогда не получили, той, которую я ожидал. То есть, то, что я тогда сказал, это была ожидаемая мною поддержка. Но она не случилась, потому что в Евросоюзе поверили Филату. В Евросоюзе поверили Филату и даже поддержали Филата. Я говорил о том, что у нас есть поддержка, думая, что они поддержат именно меня, не Филата. То есть, потому что эти двое были с Филатом, то есть, я думал, что там есть видение на все это. К сожалению, многие чиновники и тогдашние руководители Евросоюза не оказались на той высоте, которой я думал, что они должны оказаться. И оказали эту поддержку Филату совсем... И все сегодня молчат. А на сегодняшний день у вас есть поддержка? А мне на сегодняшний день и не нужна та поддержка, которая нужна была тогда. Потому что я за это время сам стал боевой единицей. Я очень осторожничаю в выборе сегодня партнеров. Я их выбираю. Мне не нужна поддержка такая, которая нужна этим партиям, которые ходят в ту же партию этих, как они называются, партии до популяри, или как они называются, в ту же партию, где ходил Филат. Мне этот лидер этой, как они называют себя, партии до популяри Европе, ППЕ. Мне такая поддержка не нужна. А как это получается, господин Макканов, что тогда они вас не поддержали, поддержали Филата. Сейчас поддерживают все-таки Майя Санду, Андрея Анастасия, поддерживают других. Почему вас не поддерживают? Не вызываете доверие? Нет, а я не ходил к ним. Я не ходил к ним. Зачем мне такая поддержка? Подождите, вы рассчитывали на их поддержку, но вы не ходили. Я не рассчитывал на их поддержку. Я вам очень четко сказал. Не то, что я не рассчитывал. Я понимал ответственность, на которую я рассчитывал, но рассчитывал больше психологически на эту поддержку. Что значит поддержка какой-то европейской партии? Сказать молдаванам, что вы выбираете меня, потому что у меня что значит... Человека, который выступает за вступление Республики Молдовы в Европейский Союз, и он политик. Поддержка явных политиков из Европы... А что это означает? Пиар, да? Пиар-поддержка. В том числе. А кроме этого, что еще? Что еще? Я должен выйти для того, чтобы молдаване меня... Выбирали. За меня выбирали, проголосовали. Я должен хвататься за Меркел, за кого-то и сказать, голосуйте за меня, потому что меня поддерживает вот такой политик европейский и так далее. Зачем? Я хочу, чтобы люди поддержали мои идеи. Да, я, может быть, кажусь романтиком, но другого выхода нет. Что из этого, что Филата поддерживали Меркел? И все сейчас отрекаются от него, потому что он в тюрьме, потому что в то время, когда они его поддерживали, он у них тырил. Вернее, не у них, а у европейских граждан, которые платили налоги. Они сейчас об этом забыли и даже не хотят вспоминать. Мне такая поддержка не нужна. Я не хожу в Европу за такой поддержкой. Как сейчас финансируется партия антимафия? Партия антимафия сегодня финансируется из бюджета. Республики Молдова за те голоса, которые мы получили. Этот европейский закон, через который партии финансируются из бюджета Республики Молдова, очень хороший. Я очень надеюсь. То есть, если я, я не знаю, мы еще примем решение насчет этих выборов, которых я называю, это действительно, это русская рулетка, эти выборы. Да еще русская рулетка не с револьвером, а с пистолетом. Вы знаете разницу между револьвером и пистолетом. На револьвере еще есть шансы. Здесь никакого шанса нет. Это русская рулета в плохотнюсской манере. То есть, никаких шансов. Если мы что-то не сделаем до этих выборов, не случится что-то, никаких шансов ни у кого. Даже у тех, которые выиграют какие-то, то есть получат какие-то голоса. А как тогда будет финансироваться партия? Я почему это вам сказал? Потому что у нас будет повод выйти на эти выборы и сказать, люди, проголосуйте за нас, вы нас поддержите финансово. И мы сможем еще прожить. Потому что из тех денег, которые 300 тысяч лей, которые мы получаем от бюджета Республики Молдова, мы сегодня содержим офис и возвращаем часть тех долгов, которые мы накопили в кампании 2014 года. А вы зарплату не получаете? Я зарплату не могу получать в Республике Молдова, потому что если бы на моем счету был бы хоть один лей, этот лей бы сразу судебно-исполнительный взяли бы у меня и отдали бы плохотнюку. А на что вы живете тогда, господин Молдова? Я живу, как и все люди, на деньги, которые я получаю вне установленном порядке. Потому что я действительно живу. Как много общего оказывается в молдавских политиках? Официально безработные. Но я бы смог себе создать зарплату в партии, но я это не могу позволить себе. Потому что я обещал людям, что ни одного лея я плохотнюку не дам. Поэтому я и живу вне закона в этом смысле. Я об этом честно говорю. Как так можно не исполнять просто судебное решение? Как? Как можно? Сколько лет вы уже не исполняете это решение? Ой, плохотнюк выиграл у меня суд еще в 2012, по-моему, году. Но не только он. И его эти слуги тоже. Кетрару, Зубко, который был прокурором, Генерал Олейник, этот министр, еще кто-то. Есть судебно-исполнительные, мое имущество под секвестром. И они дали циркулярку такую по банкам, если где-то появится счет Серджио Маккану, чтобы сразу забрать это в город. Нет, я это все понимаю. Но для меня сам тот факт. Вот вы политики, призываете людей. Вы боретесь с мафией. Я так понимаю, за верховенство закона. Но вы не хотите выполнять судебные решения. А что я нарушаю этим? Что я нарушаю? Что я нарушаю? У меня денег нет. Что я нарушаю? То есть вы хотите сказать, когда вы меня спрашиваете так. Извините, это не совсем корректно. Как это? Вы говорите, вы боретесь с массой. И в то же время, что в то же время, я являюсь мафией или что? Нет, я говорю о другом. О том, что необходимо все-таки правовое государство исполняет судебные решения. Но это моя воля как гражданина. Меня унижает. Меня унижает платить этой мафии хотя бы лей. И поэтому в таком государстве... То есть я не придерживаюсь, опять же, этих шаблонов. Я это честно говорю людям. Пусть люди сами оценят уже, правильно ли я делаю или нет. Нарушаю я закон или нет. Если я даже где-то нарушаю, это оправдано мои действия или нет. Это люди оценят. И главное, чтобы я честно им сказал. Я это честно говорю. Что я сегодня не заявляю о своих потребностях, о своих деньгах, которые я потребляю. Но я живу очень скромно, кстати. И это люди знают. То есть у меня сегодня есть такой международный сайт. Пейтрон называется. Я делаю передачу по интернету. И там люди принимают в этом финансовые... Сейчас подсказываете, какие еще можно внести изменения в законодательство Республики Молдова. Нет, подождите. Я не знаю, как они могут эти изменения внести, потому что эти деньги не идут в Республики Молдова. То есть это люди вне, которые, в принципе, помогают мне выжить в этой ситуации. Я не жалуюсь никак, я не бедствую. Я живу как оптимист. Но я не живу в роскоши. Как большинство политиков, которые лукавят, не рассказывают честно о своих доходах и так далее. Мои доходы могут быть видны по интернету вот по этому пейтрону. Господин Маккан, вы довольно, скажем так, в нелицеприятных выражениях высказывались и о господине Андрея Настасье Маясанду, который на данный момент считается одним из лидеров оппозиции, правой оппозиции. Я говорю, что они стали политиками, падая с телеги. Но вы делали несколько еще таких интересных заявлений, скажем так, на этот счет. В тот момент, когда вы вот таким образом о них высказываетесь, вы смеете их, вы считаете ли вы, что в этот момент вы в какой-то степени играете на руку тому, с кем, как вы говорите, боретесь, то есть походнику? Опять шаблон. Я не думаю, что я играю на руку ему. Я делаю то, что я считаю нужным. О всех других делах заботится Бог. Я делаю то, что я считаю нужным. И меня не интересует, что думают те, которые живут какими-то шаблонами. У меня был случай, когда пропаганда Плохотнюка брала высказывание из моей передачи и давала по публике ТВ. Так я, знаете, что я сделал? Я обезопасил себя. Я написал передо мной на моей передаче, извините за выражение, контрацептив против Плохотнюкской пропаганды. И поставил его так на столе, чтобы они не смогли взять эту картинку. Не хочу вас расстраивать, но современная теха позволяет убрать все. Я знаю, но они не могли это сделать, потому что все люди знали, что это у меня есть написано. Это чтобы он не пользовался тем, но я не могу, вы меня извините, я не могу не критиковать этих, потому что кто-то скажет, что я играю на руку Плохотнюку. Потому что мы так создаем монстра. Вы знаете, что когда в 2011-2012, в 2013 году те же самые люди также говорили о том, что я играю на руку Плохотнюку, когда я критикую вора Филата. И наоборот тоже. То есть я не должен быть критиковать любимца публики Филата, только лишь потому, что это могло быть на руку Плохотнюку. И они все создали монстра в лице Филата. Сегодня создают других двух монстров. Настаса и Майя Санду. Людей безответственных со всех точек зрения. Нельзя призывать народ на революцию. И когда они приходят, чтобы ты говорил им, что революция отменяется. Нельзя. То есть я не ратуюсь за революции, но ты этого не делай. Они каждый день, каждый перед этими митингами, мы не будем больше просить нашу страну обратно. Мы ее возьмем. Это что? Это революция, да? Мы идем брать нашу страну в наших руках от Плохотнюка. Идут туда, они говорят, наша цель сделать президентские выборы. Зная, что президент для Молдаван это Путин, это батюшка, это Лукашенко. Батюшка, который придет и решит все за нас. Мы ничего не должны после этого делать. И вот они себе выбрали Дадона, который стал миллионером. А Дадону буквально чуть-чуть позже, я просто забыла вам задать еще один вопрос. Когда мы говорили, вы сказали, что ваши взаимоотношения с Виорелом Виктором Цопа ухудшились из-за Влада Филата тогда. А вы точно из-за этого, а не из-за того, что их электоральные ожидания от вашего движения «Антимафия» не оправдались? Может и так. Это ваше мнение. Может быть мнение других. Любое явление можно судить и так, и так. Но это не так. Это не так. Сто процентов это не так. Потому что это случилось в 2013 году. А выборы уже состоялись в 2014. Я вам напомню, что Филат в 2013 году сорвал большой кусок УГИМП, создал другую партию, тоже либеральную. И они уже в предвыборной кампании пиарили ту партию по журналу ТВ. То есть они начали войну против «Антимафии» еще до этого. Потому что никак не могли со мной договориться. Я не мог взять людей Филата по спискам «Антимафии». И когда мы появились уже в предвыборной кампании 2014 года, люди нас спрашивали, о, а где вы исчезли, куда вы исчезли, вас нету. То есть люди видели эту картинку по журналу ТВ, а она исчезла, картинка. Им показалось, что мы их предали, что мы испугались, наверное, Плохотнюка. Потому что люди не могут, то есть для них так устроена политическая жизнь, так устроена публичная жизнь. Если тебя показывают по телевизору, то ты есть. Если тебя не показывают по телевизору, тебя нету. Так что я вам благодарен, что вы меня показываете по телевизору сейчас. И благодарен вам и за вопросы, которые вы мне задаете. Я вам сейчас не комплименты говорю, но политики привыкли прийти в студии, чтобы им подавали вопросы. Ваши вопросы интересны для меня. Вы говорили ранее, что Плохотнюк готовит рейдерский захват по СРМ. Фактически хозяин демократической партии. Плохотнюк готовит захват партии социалистов после выборов, если я правильно понимаю. То есть вы продолжаете подтверждать в тот тезис, который был выдвинут ранее, что существует Бином, Плохотнюк, Дедо. Нет, это не Бином. Это не Бином. Бином означает два разных партнера. Равных. Да, два равных. Я никогда не говорил о них, как о Биноме. Это говорили этот, которого я называю просто Сатулу и его Майя Санду. Они говорили, которую он отправил на кухню. Женщина-то там должна быть. Уже это сделал. Грубо. Я про это говорю. То есть я никогда не говорил Бином. Для меня слова, выражения очень важны. Я стараюсь их говорить очень точно. Потому что они имеют свою энергетику. Когда политики говорят неправильными терминами, то они рискуют создавать другую реальность, чем она существует. Нет никакого Бинома. Есть Плохотнюк. Были Филат, были Цопы, были Лупу и разные политики. Они воронин, которых он использовал. И они уже являются в, как это называется, урна дегуной о истории. Извините. Извините, что я не нахожу выражение. Они уже... Отправлены на свалку истории. Вот. Они уже на свалке истории. И Дадон тоже туда отправится. Потому что им Плохотнюк тоже попользуется. И он уже пользуется им. Я просто приведу пример. Я в 2014 году говорил, что списки партии Филата и партии Воронина делает Плохотнюк. Посмотрите и увидите, что я не раз заявлял то же самое. Тогда, в 2014 году, до выборов. Люди, будьте внимательны. Вы, выбирая партию Филата и Воронина, вы выбираете людей для Плохотнюка. Потому что тогда Плохотнюк создал списки партии Филата и Воронина. И сегодня он имеет парламентское большинство. Не получив большинство по спискам своей партии, он получил большинство по спискам других партий. И сегодня то же самое делает. И Дадон знает об этом. Так же, как знал и Воронин, и Филат. Они были частью той спекулятивной предвыборной кампании. А они принимали это, потому что Плохотнюк их сильно унижал. Но они это... Вы видели, чтобы они очень сильно возмущались? Ну да, там предатели и так далее. Но они еще тогда знали, что они по спискам ставят людей Плохотнюка. И сейчас по спискам Дадона пойдут люди Плохотнюка. Потому что Дадон в это время стал очень богатым человеком. Он спекулирует на то, что я вам раньше сказал, что наше общество разъединено. Не они ее разделяют, оно разъединено. То есть люди живут этими идеями. Он просто им... Он сказал, я такой же. Они поверили ему. А он стал миллионером. Он продал Молдова газ Плохотнюку. Он продает все, что возможно. Они выбрали спекулянта. Они думали, что избирают сильного политика. Что-то такого Путина или в этом роде. А избрали вот эту. Вот вы сегодня столько раз говорили. Я говорил, а потом произошло. Я говорил, а потом произошло. Я конкретно сказал. В июне 2016 года на пресс-конференции вы обвинили Андрея Попова. Когда после его выхода... Точнее, вы не на пресс-конференции, а после выхода на пресс-конференции Андрея Попова, где он заявил, что он уходит из демократической партии. Вы сказали, что на самом деле все это липо. И он будет продолжать работать на Плохотнюка просто с другой стороны. Но на данный момент не существует ни одного доказательства, что он продолжает свои связи с тобой. А что это доказывает? Что я... А я что, предсказатель или что? Я же не предсказываю. Я делаю анализы. Ну вот видите, и вы делаете прогнозы, которые могут не сбываться. А что я говорю, что я безошибочно делаю анализы? Я говорю только о двух случаях, которые так и случились. А как тогда вы можете утверждать о том, что то же самое будет с партией социалистов сделано потом на выборах? Если вы делаете просто анализ. Может быть и не будет так, если люди услышат то, что я говорю сейчас. Может быть и не будет так, как я сегодня говорю. Я ведь почему это говорю? Я это говорю не потому, чтобы это случилось. Я говорю о том, чтобы это не случилось. А я думала, вы это говорите для того, чтобы за них не голосовали. Нет, я не про это говорил. Потому что я не могу убедить людей от Додона голосовать за меня. Много из них скорее застрелится. У нас там уже не очень много времени. А хочется еще кое-что спросить. Чтобы я объяснил. То есть я не предсказатель. Я не в карте это делаю. Я делаю анализ. А то, что я говорил про этого персонажа Попова, так я говорил из того, что он рассказывал. Он это рассказывал. Я еще сравнивал его с одним персонажем Ваня Аузяк, который на границе рассказывал, как он везет контрабанду. Так это тоже так рассказывал. Очень как он убеждал Плохотнюка быть более Плохотнюком, чем он был. Нет. Так было. Он говорил о других. И сейчас он играет на другую сторону. Ну, жизнь бывает. И так случается. Удивляет вас, бывают люди. Нет, ну не люди. Так сложились обстоятельства. Давайте о другом человеке, который пока вас, по-моему, не удивляет. Илан Шур активно проводит свои акции. Занимает свою часть на левом фланге. Да, господин? Этот человек жутко боится Плохотнюка. Я смотрю на этого человека, и мне становится жаль не за него. Вот здесь я вас остановлю. В прошлый раз вы у меня в программе говорили о том, что он там чуть ли не капризничает. Говорит, я не пойду в тюрьму. Ни на год, ни на два, ни на три. А вот тут вы мне говорите, он жутко боится. Так он боится или он в состоянии что-то в торговле? А прошло сколько времени с тех времен? Месяца три, не больше. Дело в том, что за это время Шур понял, что он будет сидеть. И я уверен, что он будет сидеть. Он, наверное, уже понимает, что приблизится так близко к такому человеку, как Плохотнюку. Это опасно. А я всех предупреждал. Я Плохотнюка лично не знаю, но я в том числе не знаю никого, который был близок к Плохотнюку и остался целым и невредимым. Я не знаю ни одного человека, который был рядом с ним и остался целым и невредимым в психическом плане, в личном плане и так далее. И Шур – Шур. Как себя ведет сегодня Шур? Я чувствую себя неудобно, я чувствую себя униженным. И я шокирован не его состоянием, а человеческой личности. Не может человек опуститься до этого. Если он слышит, может быть, услышит это. Не может, даже перед тюремной камерой человек опуститься до этого. Я не знал отца Илана Шура. Я критиковал еще его отца, когда он, будучи близким к Лучинскому, строил неправильно свой бизнес с государством Республики Молдова. Мирона Шура. Я не знал лично. Но его отец вел себя более достойно, чем этот. Ну пусть тюрьма, ну пусть, ну как может человек опуститься до такого низкого состояния? Он кричит тому, он хочет походить на Усатого. Я не знаю, на кого он хочет походить, но это звучит коряво. Усатый далеко освобождается электральная ниша. Ну и при чем тут это? Вы хотите, чтобы я разговаривал сегодня в терминах, в которых разговаривает вся эта братва из аналитиков, которые говорят, да нет, да это пиар, да это фишка. А давайте еще такую фишку сделаем. А давайте вот этот политик, вы же знаете, как их тренирует политиков? А вот ты должен смотреть вот так в камеру, поставить вот так галстук, посмотреть вот так и сказать вот эту фишку. И она, вот левый электорат на эту фишку сразу, сразу попадется. А правый электорат попадется вот на ту фишку. Они же в таких терминах разговаривают. Я никогда так. Пусть я никогда не буду избираться в Республике Молдова, но так меня это унижает. Слушайте, вы не только неоднократно говорили, что реальным хозяином является Влад Плохотнюк, да? Критиковали его за то, что он находится постоянно в тени. Сейчас он выходит на брифинги, на которых абсолютно открыто заявляют о планах Демократической партии, соответственно, правительства и всего остального. Но его продолжают критиковать теперь за то, что он уже выходит на брифинг. Нет, нет, я не за это его критикую. Я критикую его за то, что... Как, вы знаете, это хорошо, что он вышел. Я когда раньше это говорил, я почему говорил? Я хочу, я говорил, что... Вот как это... На румынском языке есть такая поговорка. По духе Льесен, то дионам фрунте. Вши всегда вылазят на лоб. Да, когда он уже сытый, он вылазит на лоб. Вот этот, как... Он вылез на лоб, и не знает, что делать. Это смешно. Он стал, я говорил, даже такой крутой мафиозик, как Плохотнюк, стал смешным в этой республике. Потому что, как он вышел... Вы знаете, как они себя ведут? Он был в республике Молдовы буквально до 27 августа, когда его рабы из внутренних органов вытащили из-под памятника Штефана Чалмаре, вынесли Майю Санду ногами вперед. Так это, я хотел так высказаться. И он после этого... Эта фишка ему удалась. Он рассмеялся, похлопал по плечам своих рабов и уехал на отдых. В каком-то море, я не знаю конкретно, какой это море. То есть, членов команды вы никак не принимаете, исключительно рабы. То есть, вариант, что там есть команда... Это рабы. Это унижение. Что мы будем делать с этими рабами после того, как настанет Плохотнюка? Потому что он такой крутой, какой есть. Он так, как я, вы и другие. И все же таки из мяса. То есть, это все мы знаем. Мы очень временные на этой земле. Я никак не сейчас не даю ему здоровья, чтобы мы его видели в тюрьме, я говорю. И в соцсетях сегодня, прямо говорю, на Фейсбуке обсуждали, что вас видели на каком-то шикарном Мерседесе. Так это ваш Мерседес? У меня никогда не было Мерседес. И вряд ли, и вряд ли. Я даже садился в какой-то шикарный Мерседес. Вряд ли. У меня Мерседес никогда... То есть, люди видели вас своими глазами, но это были не вы. В Чемишли. Нет, ну, они могут это говорить. Люди, а вы уверены, что эти глаза этого человека, и этот человек действительно видел меня в Чемишли? Пока у нас еще медицина до замены глаз и передачи глаз другими не дошла. То есть, она дошла до высокого уровня, ноги настолько. Кто это пишет? Этот человек, вы его знаете? Он сейчас слушает ваш ответ в любом случае. Нет, ну, как это? Нет, я его лично знаю. А, ну, может быть, этот человек слышит. Человек, который написали, что вы меня видели в Мерседесе. Напишите мне по Фейсбуке, по Фейсбуку, и я вам расскажу про свою жизнь. Я никогда в Мерседесах, наверное, в 2014 году я не садился в Мерседесе, потому что я тогда ездил на Шкоде, на которой езжу и сегодня, и нам уже не хватало денег уже на бензин тогда. Я сожалею говорить об этом. Я об этом не говорю, я не прибедняюсь. На самолеты пока хватает. Да, на самолет хватает, и я, на самолет хватает не мне. Самолет, на котором я летаю, я летаю с людьми. У меня даже на это не было иногда бензина, поэтому мне со мной садились люди, которым это нравилось. И этот самолет содержится из дохода. Понятно. Ну, это все на сегодня. Я пролетел час двадцать, вот так незаметно. О, час двадцать. Да. Поэтому на сегодня мы с вами заканчиваем. Я думаю, что мы с вами встретимся и еще раз. Спасибо вам. Действительно, спасибо вам за вопросы. Я думаю, что... Поздравляю вас. Я думаю, что политические программы, они должны быть так. У вас политики должны потеть. И если у вас удается... Это называется момент истины. В журналистике, если вы добиваетесь этого момента истины, то тогда это очень хорошо. Я поздравляю вас за программу. Спасибо. Спасибо за ваш комплимент. Это был Сергей Макану, председатель движения партии «Антимафия». А мы с вами увидимся на этой неделе в пятницу в программе «Главная». Я уже знаю, кто будет гостей, что мы будем обсуждать. И я вас уверяю, это будет очень интересно. Всего хорошего. Берегите себя и легкой вам недели. Субтитры создавал DimaTorzok